Андрей Андреевич, можно ли аккумулировать в себе любовь и счастье, накапливать и наслаждаться этим? Когда человек рождается и лежит, то человек начинает коммуницировать с внешним миром. Каким образом это происходит? Человек начинает чувствовать, как большое теплое существо, кормит его и заботится о нем. В этот момент появляется чувство. Чувство появляется в тот момент, когда человек понимает, что он ничего не дал, а ему что-то дают. Это как солнечные лучи, они отражаются, фотоны отражаются от чего-либо и дальше начинают лететь. Точно так же и любовь. Что такое любовь? Любовь это прежде всего не накопить, а прежде всего сделать что-либо для кого-либо. Дело в том, что когда вы живете в кругу людей, то любовь настоящего момента, она связана с безвозмездным желанием что-либо сделать для другого человека. Когда кто-либо что-либо для другого человека делает, то тот человек, которому вы делаете, он отправляет в вашу сторону чувство любви. Именно поэтому накопить чувство любви вы не сможете. Но вы можете его получить от другого человека, если осознанно будете для этого человека или для группы людей, или для кого-либо делать что-либо хорошее. Какие есть элементы, которые могут помочь человеку накопить и увеличить любовь по отношению к себе? Самый важный компонент это настраивание себя на то, что вы можете прожить как добрый человек. Настройте себя, что вы сегодня миллион людей живут обычной жизнью. У миллионов людей есть претензии, критика, ненависть. У миллиона людей есть ненависть, критика, претензия, злость. Но у единиц есть доброта. Только у единиц. Вот эти единицы это люди, которые служат высшим силам, которые ориентированы на добро. Добро объединяет, добро собирает, добро делает человека счастливым и здоровым. Злость это критика, злость это претензии, злость это ненависть, злость это ругательство. Вот эта злость она повсеместна, она проросла корнями. Я понимаю, даже и знаю причины, почему такая злость в буддизме, это называется, ну неважно как называется, невежеством. Мы живем в веке Калиюги, это век невежества. Почему нельзя, почему человеку, ну вернемся все-таки к доброте. Ориентируйтесь на то, чтобы проявлять доброту. Человек может ориентироваться на то, чтобы проявлять доброту. Если бы в этом мире люди бы сориентировались на то, чтобы проявлять доброту больше, чем проявлять злость свою. А злость проявляется в том, что человек критикует кого-то, имеет претензии. То есть люди встают и там, ты то не делаешь, ты то, ты не такая, то не так. Это не так, это не так, я не такая. Они не такие, у них не так и то не так. То есть видите как много, кому служит этот человек? Силам зла. А как может быть в тот момент, когда хочешь ругаться, не ругайся. В тот момент, когда хочешь нахамить, промолчи. Доброта и есть Бог. Понимаете? Если люди ориентируются на то, чтобы проявлять доброту, то они ориентируются на то, чтобы получать и накапливать любовь. Чем больше доброты человек проявляет, и это начинается с лица. Улыбайтесь. Говорите хорошее, неплохое. Молчите, если хотите поругаться. Старайтесь не быть участником конфликта. Старайтесь особенно это делать для своей семьи. Наша доброта начинается внутри нас. Почему? Вот представьте себе огонь. Он находится у вас, этот огонь, в чаше. И все вокруг вашей семьи находятся вокруг этой чаши. И говорят, как нам тепло, как нам хорошо. А кто сделал огонь? Вы говорите, я сделал огонь? Да, нам хорошо вокруг тебя, мама, папа, дедушка. Нам так нравится. Мы все греемся. Что такое огонь? Огонь это божественная доброта. Почему они греются? Потому что мы проявляем эту доброту. Улыбаемся, мило разговариваем, проявляем чувство остепенения. Не проявляем свою агрессию, критику. Не проявляем свои претензии бесконечно алкогольные. И после этого люди вокруг, они становятся теплее, теплее, теплее. Доверяют вам, появляется доверие. Все становится вокруг теплым. Но почему не стоит это навязывать другим людям? Возьмите уголь и бросьте в другого человека. Там будет пожар. Именно поэтому со своей добротой в чужую семью лезть не стоит. Поэтому если я возьму и буду говорить, Лена, да он к тебе относится плохо. Я проявляю к тебе доброту, бедненькая, ненужная. Я жалею тебя. Конец и Лене, и семье. Вы взяли свой уголь и бросили Лене. Тогда вы являетесь источником зла. Поэтому коммуницировать можно, а накапливать не нужно. Мы не накапливаем доброту. Почему? Потому что нам ее никто не дает. Почему? Потому что у нас на лице написано, что мы какашки. В большинстве своем. На людей смотришь, на лице написано, что человек вреден. Мы не контролируем с возрастом, становимся кислыми, вредными. При этом всем пытаемся доказать, что мы там верующие, или там мы хорошие. Много всем делаем. Не надо себя обманывать. Не надо себя обманывать. Я вижу людей и понимаю, почему у людей так происходит. В большинстве своем люди вреденки. В большинстве своем. Пусть этот мир изменится. Пусть люди будут добрее.